приветствую всех на моем канале сейчас разберем следующего героя тир-1 сторона света это боромир в новом обновлении 2.0 очень интересный персонаж стал в каком плане в том плане что варианта им игры 2 либо через войска либо по-прежнему немножечко через личный урон но в этой новой версии через личный урон ему оставили лишь вот титул первый страж белой башни и все кроме того у него как для тир-1 даже в синем цвете командование 64 это неплохой показатель при поднятии его фиолетовый цвет этот показатель вырастет и будет средний довольно средний варианты игры с ним можно было сказать раньше 2 через войска кто-то делал через личный урон кто-то и в принципе в итоге редко когда использовали сейчас вариант через личный урон это совсем не вариант для него а вот через войска довольно интересная комбинация получается титул 5 ранга у нас наследник каждый раунд защита формирование командира плюс 07 на максимуме 10 стеков в общем плюс 7 каждый раунд 10 стеков то есть бой чаще всего основная фаза у нас идет раунда примерно до 5 забегая наперед если у вас противники хорошие сильные у них скорее всего будут все-таки ребята которые накладывают безумие оглушение и они начинаются учитывая низкие шансы примерно раунда с 4 5 вот так вот то есть как раз когда он повысит более-менее уже защиту герой если через этот навык играть длинного боя сложно комбинировать с кем-либо будет нужны специфические умения ведение игры одну секунду продолжим титул страж у нас три союзных формирования получают с вероятностью 45 процентов отход от пяти первых ударов винит очки здоровья плюс 10 процентов это на практике скорее всего сработает на первые два раунда и дальше уже закончится шансы использования особенно если он один у вас в команде будет ближнего боя если еще с кем-то то может быть даже три раунда продержится этот бонус рок гондора атака троих союзных формирований плюс 18 на максимуме в течение одного раунда на максимуме на четыре формирования куда он один раунд то есть каждый второй раунд 2 4 6 8 10 слабовато на самом деле то есть скорее всего вы его будете использовать через наследник плюс страж как танка в первом ряду что нам для этого нужно по одежде учитывая то что у него и так уже есть отход на первые раунды учитывая то что он будет ловить в себя урон скорее всего комплекты вам нужны на руководство то есть командование безусловно во все пункты если у вас здесь варианта два на самом деле уже если он у вас будет в команде которая играет на перспективу в последних раундах обязательно ставите ему переполнение силой потому как как раз в эти раунды когда команда только-только раскачается у противника уже будет накладываться на вас безумие и оглушение у серьезного противника мы не берем в расчет тех кто новичок или не очень хорошо умеет играть если же у вас команда не на перспективу борьбы в последних раундах ближе к середине либо начала боя берете ему вариантов несколько стража перспективнее всего потому как на первые раунды у него отход все-таки имеется если стража нет второе место у нас идут мощь и свежевание маневрирование не даст особой прибавки потому как в принципе у него отход потому по этому герою по комплектам все просто но зависит от ваших планов на него очень сильно благодарю за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки если интересно было до следующих встреч